Здравствуйте, друзья! Сегодня напишем зимний пейзаж. Я как на палитре начинаю работу, как будто толстый у меня и палитра тоже. Не очень увлекаюсь разжижением. Солнечный свет имеет спектр в центре белый, потом желтый, потом оранжевый, потом красный, потом розовый. Все это раздвигается и после розового уходит в фиолетовый и дальше в голубой. Тогда появляется эффект сияния. В нашем случае этот эффект нам нужен. Чуть-чуть поджижаю красочку. Не густо, суховато, натирательно. Набираю снег, который тень, на который не попадает солнечный заряд. Спокойно, настойчиво избавляю полз от белизны. То есть королевская голубая вполне соответствует. Аж вот так. Так. Все. Так, стремится к середине, но совсем не доходит до середины ствол. У него есть уклон, показываю этот уклон, березовая ветка, это самый ствол молодой березы, тоже намечаю, сначала вот так рыхло. Сильно краснит. Сосновый ствол и легкий уклон имеет. Ага, еще один березовый. Краска подвижна, видите, можно ее всталкивать. Так, беру кисть как бы обыкновенную, беру много черного и уже утолщаю и уточняю мощный темный ствол. Справа и даже черно, вполне черно внизу. Ветка. Молодой поросли. Так, камень красный к стволу. Солнце здесь его засветило, плюс это же у нас сосна, поэтому она имеет красноватые стволы. Солнце здесь его засветило. Солнце здесь его засветило. Солнце здесь сосны, они чуть-чуть вот в бок смотрят. Вот такими лапами. Примерно так я их выстроил. Хотел еще прокомментировать то, что характер линий вот здесь. Смотрите. Произошло это интуитивно. Я эти линии сделал не рассуждая, а потом понял, что вам нужно рассудить эти линии. Обратите внимание, эти линии, они как стрелочки, указывающие смотреть туда. То есть это композиционный как бы трюк получается. То есть, вот если их взять как отдельные, извлечь из картины эти линии, чуть-чуть темноватые, они будут направлять взгляд куда-то в центр этого пространства. Это не случайно. И угол уклона у них, посмотрите, и длина, и краткость тоже не случайны. Это получилось интуитивно. Но вы имеете ввиду, что это можно и математически для себя выяснить, в каком направлении положить вот эти указатели условные. Так, еще у меня здесь кусочек. Хочет быть дорисованы какие-то веточки, веточки. Заслоненность. Я думаю, таких сюжетов в интернете тьма тьмущая. Находите свои сюжеты или копируйте этот. Можете чуть-чуть деревья переставлять. Но вполне можно писать такие темы удобно и, вы видели, достаточно технологично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова